Дарьета Каекова – ученица 25-й школы. Как только узнала об акции, Добрубийск сразу поспешила в городской дворец культуры. Я считаю, что животные наши друзья. Я хочу им помогать. У нас в Бийске довольно холодная зима. И если животное будет накормлено, то с ним будет все в порядке. С пакетами и сумками люди спешат на площадку Добрубийск. Сюда они несут чистые вещи для детей и взрослых. Одни приносили вещи в хорошем состоянии, но по какой-то причине ненужные, другие могли бесплатно пополнить свой гардероб. Волонтеры, ребята из отряда БТИ «Новый рубеж» помогали в раскладке по категориям. Здесь были секции с книгами, обувью, посудой, вещи для школьников. Большой популярностью пользовалась стойка с женскими платьями. Для себя моя задача найти наряд. У нас в этом декабре будет ярмарка 16-18 декабря для изготовителя Алтайского края. Но она будет тематическая. Нам нужно нарядиться в стиле 70-х годов. И поэтому задача сложная, так как мы будем работать со своим товаром, но еще и будем красивые. Так что ищу, может быть, что-то подходящее. Некоторые участвуют в акции постоянно. Например, Зоя Александровна в этот раз подобрала себе шубу. Вот шубу взяла. В прошлый раз взяла новые джинсы мужу. История возникновения акции «Добробийск» берет свое начало несколько лет назад, когда объединились три активистки. Они же – мамочки малышей. Виктория Маргоева, Альмира Лягушина, Валентина Мяснякова. Изначально обменивались детскими вещами. Потом мероприятие постепенно расширялось и прирастало участниками. Стараемся подводить итоги после каждой акции. Вот, например, на прошлой акции мы увезли в Центр поддержки материнства «Покров». Целую машину, там примерно было около 10 мешков с одеждой и несколько коробок обуви. Кроме сбора вещей был организован сбор вторсырья. Вечане несли пластиковую тару, батарейки, макулатуру, стекло. А еще можно было помочь благотворительной организации «Сытый котик». Желающие оставляли корм, пеленки, старые простыни и пододеяльники. Их используют для постоперационного периода у животных. Эта помощь бесценна. Абсолютно бесценна. Потому что корма, пеленки – это все первые необходимости. То, что необходимо нам каждый день, что расходуется в огромных количествах. Каждый день хотят кушать животные. Есть у нас травмированные животные, для которых, например, вот эти подстилки, они просто жизненно необходимы. Встречей в офлайн-формате акция «Добрубийск» не ограничивается. Для тех, кто не успел прийти, существует телеграм-канал, где его участники выставляют вещи, с которыми могут безвозмездно расстаться. Юлия Цапко, Сергей Мищенко, Будни.